Илья Полищук, он же Freaky Clean, познакомились через интернет, какое-то время общались, лайки, шмайки, а потом он попросил, говорит, Виктор, не могли бы поучаствовать, очень нравится, как звучите, играете там и вообще. Ну и скинул свой материал, у меня студия домашняя, я всю жизнь этим занимаюсь, он скинул свои вещи, где он поет, по трековой записи, гитара, гармошка губная, я наиграл гитару, наиграл электропиано, и получилось здорово. И таким образом мы записали с ним целый альбом, который очень популярен у него там в Киеве, у его друзей киевских и донецких, вот, и популярен здесь. И какие-то вещи мы уже играли на фестивале «Блюз на веранде» и на фестивале в Архангельске, 10-й блюзовый фестиваль в Архангельске. Это настоящий блюзовый человек, чем еще я могу охарактеризовать его, что он почти не играет кавер-версии каких-то блюзовых музыкантов, он их слушает, а сочиняет сам музыку блюзовую. Это тоже очень интересно, потому что он, во-первых, работает переводчиком, он прекрасно в языке, он в стиле, и он хочет этот стиль сохранить, и у него есть работы целые, пластинки у него есть с американскими музыкантами, с украинскими, вот, вот появилась пластинка и с российским музыкантом. Мы прекрасно продолжаем общаться. Привет, привет, Илья. Привет, Витя, рад тебя видеть. Я очень тоже, да. Ребята, встречайте, у нас появился у нас гость, Илья Поличук, он же Фрики Клен. Илья, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к блюзу? Ох, это трудный вопрос. Ну, наверное, началось с того, что я посмотрел кино, наверное, «Перекресток», как многие. Наверное, вот, люди, которые исполняют, там, такую музыку моего возраста. Мой старший брат подсадил меня и на этот фильм, и на эту музыку, в общем-то. И, наверное, с этого все началось. Ну, меня просто заинтересовало, то есть, эти фишки, там, на гитаре, как играют, как это все звучит. И как-то и сам этот фильм мне понравился, и как-то вот я проникся. Наверное, так это все. То есть, какой-то такой особенной истории у меня не было. Ну, и в 90-е годы, ну, как многие, наверное, помнят, это была очень необычная музыка. То есть, это была не просто хорошо забытая старая, а в этом что-то было новое. Это новизна какая-то, ну, не здешняя новизна, вот, как-то меня она зацепила. Ну, может быть, так. Я еще читал, что у тебя нет образования музыкального, как такового. Да, у меня нет музыкального образования, хотя я пытался как-то его получить, вот. Но так у меня сложилась жизнь, что мне надо было выбирать между, ну, каким-то таким делом жизни. Ну, просто в 90-е, тогда, когда я поступил в институт, я поступил, мой отец погиб как раз за неделю до того, как я должен был сдавать вступительные экзамены, и вопрос, как бы, о том, на что, как мы будем жить, вот. Он очень остро стоял, и я, поскольку любил иностранные языки и чувствовал себя, как бы, ну, переводчиком, представлял себя переводчиком, я поступил на факультет лингвистики, вот. С музыкальным образованием пришлось как-то, ну, мне тогда казалось повременить, но я так его и не получил. Ну, не знаю. Некоторые люди говорят, что это хорошо. То есть, я не знаю, мне трудно судить. Ну, музыку я продолжал музыкой заниматься, и я, когда я учился в институте, я играл в переходах 5 лет. Каждый день мы играли в переходе, в киевских переходах. Вот. Ну, и в американских тоже мы играли. Но в киевских переходах мы играли каждый день при любой погоде. Мороз, дождь, солнце, ветер, сквозняки, температура. Мы играли вдвоем с моим сокурсником, такой был Витя Каневецкий, тоже, кстати, Виктор. Вот. Ну, уже отошел давно от этого. Вот. И это был единственный такой способ заработка, действительно. Потому что я был студентом, на работу студента никто не брал, понятное дело. Ни по специальности, никак вообще. То есть, вот, в те времена, ну, так это все было. Ну, вы все помните, наверное, я не знаю, все, как это было. Но у нас это было так довольно все сурово. И поэтому переход был единственным таким источником заработка. И я играл, и так вот, ходил, тренировался заодно. Вот так вот. Понятно. А вот я сейчас читал у тебя в интервью, что ты именно с этого момента понял, что играть чьи-то каверы, это, ну, и даже с финансовой точки зрения, не слишком выгодно. То есть, и тогда у тебя произошел перелом. Ну, конечно, я начинал играть музыку. У меня как-то так получилось. Я сразу, поскольку знал язык, ну, как знал, я его так серьезно изучал, мне было это интересно. И я смотрел на это со стороны, вот, как бы изнутри, вот, со стороны, ну, человека, который, как бы, смотрит не на музыку отдельно, или, там, на язык, а я смотрел на культуру в целом, поскольку языковой барьер, как таковой, то есть, он для меня так не стоял остро. Вот, поэтому я смотрел на это, ну, как на Америку, как на культуру, прежде всего. И мне казалось, что в этой культуре, ну, это сокровищница такая, и в ней можно не только от нее, можно не только брать что-то, а можно что-то приумножить. Вот, и причем приумножить это так, чтобы это было интересно не только для Америки, но и для, там, России, там, я не знаю, Украины, там, для славянского уха тоже. И я как-то, вот, эта мысль меня очень, так, ну, не покидала, я все время, как-то думал, надо, вот, можно что-то, вот, делать свое. И, ну, тем более, в переходах я играл, в основном, конечно, кавера, то есть, это был такой кабак бесплатный, в принципе, поскольку кабаков тогда еще не было, там, всех клубов, то есть, они только начинали появляться, ну, понятное дело, что таким, там, студентам, там, туда вход был заказан, вот, и поэтому я этих каверов, так, наигрался, ну, очень много. Вот, и, ну, но сочинять своего я на тот момент так, ну, серьезно не умел, не знал даже, как это делается и как, с какой стороны подступиться к этому. Но попытки какие-то были все время, да, вот, а потом, когда, когда я уже, ну, уже я кончил институт и стал работать, и потом меня, там, выгнали с работы, вот, за то, что я был некорпоративным, там, в общем, товарищем. Вот, я уже сказал, что, да, я буду делать музыку, и так это длится, да, это 16 лет, вот, я этим занимаюсь. Ну, я переводы, я делаю, но сейчас я их делаю, так как и фрилансер, вот, то есть, я полдня играю, там, делаю музыку, играю, там, на гитаре, полдня перевожу. А еще я тебя, Илья, хотел спросить, можешь рассказать про свой проект Freaky Clean, если я все правильно говорю? И у меня еще вопрос такой к тебе, как он переводится, что это обозначает? В английском языке есть такое идиоматическое выражение, squeaky clean, squeaky clean означает морально безупречный, такое шутливое выражение, вот, а freaky, это значит такой с причудами, с капризами, и это такая игра слов, она мне как-то так понравилась, вот, и... Ну, вот, если двойное дно какое-то в этом пытаться найти, вот, которого я изначально не закладывал, но если так попытаться искусственно двойное дно как-то вскрыть, то, наверное, это человек, который ищет какое-то такое, что-то такое незапятнанное, то есть, что-то настоящее, может быть так, ну, это такое, очень такой вольный, уже не перевод, а такое толкование. Ну, опять-таки, двойного дна там нет, то есть, мне просто понравилось это такое выражение, и просто шутливое такое наполовину, то есть, такая ирония. Так оно закрепилось и пошло потом. Понятно. А Виктор, вопрос хотите задать? Некоторые, некоторые, Илья, некоторые переводят как чистый фрик. Не, ну, фрикки, это было бы, ну, это наречие, фрикки, первое слово, это наречие, то есть, как? Ну, ладно, ладно, это понятно. Ну, как у тебя вообще дела? Да, потихонечку. Нормально работаю. Что-то пишешь новое? Ну, да, есть идеи, вот, я так потихонечку их записываю, вот, но не хочется, ну, там, какое-то сырое что-то делать, то есть, я, как только оно оформится во что-то такое более-менее цельное, вот, можно будет... Ну, вот сейчас у нас тут концерты намечаются, я вот, как их отыграем, вот ту вещь мы с тобой еще сделаем, которую ты, пользуясь случаем, сейчас вот, которую ты скинул, мы ее сделаем еще. Да, да, обязательно-то мы еще много чего сделаем, я думаю, я надеюсь, по крайней мере. А сейчас у нас вот концерты тут в памяти прекрасного гитариста Славы Кобрина, он тут... Я видел, да, твои анонсы, очень интересно. Да, в Коста-Рике он умер сейчас. Вот, это все отыграем, и потом будет посвободнее тут в ноябре. Да, молодцы, у вас... Наташа, Наташа здорово там с блюзом сейчас у себя, я смотрю, оживилась. Да, они выступают периодически, да. Молодец, молодец. А, Илья, еще можно к тебе такой вопрос? Да, пожалуйста. А кто из музыкантов тебя вдохновил, ну, когда вот ты только-только начинал заниматься блюзом? Ну, как сказать, я... Я не слушал только блюз, я очень много всего слушал, вот, и... Я не знаю, ну, как все, там, подростки, там, той эпохи, я, конечно, любил рок-н-ролл, там, все, то есть от старых, от старинных каких-то, там, записей, там, от Элвиса, потом, там, Дорс, там, Ледзеп, там, все эти дела, вот. И до, там, таких групп, как, там, Айра Смит, там, Ганзен Роузес, там, гитарист Слэш, мне до сих пор очень нравится, как он играет. Вот, вот, ну, как сказать, у меня не было каких-то таких кумиров, вот, в понимании обычного, вот, как у людей, там, вот. Ну, почему? Потому что я, чем больше ты сам, ну, не знаю, может, это у меня так, вот, но, вот, чем больше ты пишешь свое, тем, как-то эти кумиры, они перестают быть кумирами, то есть, ты на них смотришь все больше, как на коллег, не коллеги, а коллеги, через Г, вот, то есть, они, ну, ты смотришь на них просто, как на, ну, как на хороших профессионалов, там, конечно, которые круче тебя, лучше, там, все, но, но, вот, каких-то таких, вот, как на небожителей, то есть, ты на них уже не смотришь, как это, там, было в детстве, там, то есть, когда ты, там, в 12 или в 13 лет включал, там, эту песню, тебе казалось, что это, ну, это невозможно, как это можно такое записать, как можно так сыграть, вот. Вот, вот, по мере того, как ты сам, так плотно, ну, я сам стал так плотно довольно заниматься, потому что, даже когда я играл в переходах, каждый день, мы играли каждый день, и, ну, это такая была школа, очень серьезная, вот, все-таки. Да, это было все бесплатно, но, и, когда, когда ты играешь вот так вот постоянно, и все время имеешь дело с музыкой, то, как бы, люди, которые, ну, занимаются, там, тоже музыкой, как-то, там, где-то, пусть даже это, там, в Лос-Анджелесе, пусть это на крутых каких-то, там, студиях, там, крутые инструменты, все дела, но, все равно, вот, этот какой-то такой ореол небожителей, он куда-то вот исчезает потихонечку, вот, и чем дальше, тем больше, поэтому, вот, так сказать, что, я прислушивался ко многим, ну, вот, но, вот, сказать, что у меня какой-то такой, Клэптон, пожалуй, может быть, вот, не один из, ну, Клэптон, я вырос на альбоме Unplugged, вот, это очень, то есть, вот, ну, а потом, когда я стал, конечно, там, Роберт Джонсон, там, все эти, вот, черные исполнители, вот, конечно, все это я очень любил, и все это, много все слушал, там, внимал, там, и так далее, но, вот, не знаю, как-то выделить каких-то, вот, ну, таких особенных, я, я даже не знаю, мне это тяжело, вот, в силу того, что я сказал. А еще я у тебя хотел спросить, почему у тебя, вот, называется архаичный блюз, то есть, в принципе, я у тебя послушал все альбомы, то есть, у тебя, как и к современному идет блюзу, А есть такие темы, которые похожи, ну, я не знаю, на свое ощущение только, что они, как вот, я недавно заслушал эту снова музыку, похожи на первоначально такие блюзовые композиции, когда только человек и только гитара. Ну, я играю много чего, то есть, не только, то есть, есть вещи, которые вообще, по-моему, к блюзу не имеют, прости это. Не, ну, при желании можно все связать, наверное, нет такого композитора, или, там, не знаю, человека-музыканта, который, считай, там, сам делает, там, который бы избежал влияния блюза, там, в 20-21-м, там, столетии, наверное. Вот, но я играю не только блюз, и не только рок-н-ролл, и есть какие-то вещи, там, не знаю, какие-то латиноамериканские, там, про, то есть, даже какие-то индийские, с какими-то, там, индийские, индийские какие-то, вот, ладовые системы, мне очень-то было какое-то время интересно тоже попробовать, поэкспериментировать. Вот, и, ну, а блюз, конечно, он всегда оставался, он всегда был рядом, вот, и, да, это идея, идея вот эта вот, человек и гитара, как бы, мне всегда это нравилось, и, опять же, возвращаясь к этой вот теме, игры в переходах, так и было, особенно в 90-е годы, это так и было, я стоял один с гитарой, и от этого зависело будет мне в прямом, в самом прямом смысле, будет ли мне что, что есть сегодня или нет, потому что у меня были однокурсники, которые, то есть, они не верили, они думали, это я шучу, там, или балуюсь, то есть, я стою, там, изображаю что-то из себя, какого-то крутого, там, там, не знаю, юродствую, там, не знаю, еще что-нибудь такое вот делаю, вот, но, на самом деле, это так и было, то есть, ну, как бы, сытый голодному не товарищ, как известно, поэтому, так вот, это, люди очень тяжело, как-то, я не верилось, но у меня тогда была ситуация сложная, то есть, отец погиб, мать не работала, она, в общем-то, такая, полуинвалид, вот, поэтому мне приходилось содержать и ее тоже, и мы жили на вот эти вот деньги, которые я зарабатывал в переходе, фактически на подаяние, мы жили пять лет, пока я учился в институте, вот, поэтому, вот, эта вот идея, как бы, когда ты один, наедине, как бы, со всеми, гитара, да, она очень, как бы, органично, так, органично была частью этого, вот, того, как я жил, и как это все было, вот, поэтому, конечно, оно никуда не девалось, и, наверное, навсегда со мной останется, поэтому я время от времени, возвращаясь, вот, к таким, к такой подаче, к вот, к таким альбомам, вот, с Сергеем Федотовым, например, мы записали даже целую такую пластинку с донецким музыкантом, там, гитарист такой группы Дикий Мед, вот, очень хороший, мы записали целую акустическую пластинку моего материала, вот, Breeze is a world, она называлась таки, старинное ветра, вот, и очень такая она, да, вот она, ну, такая, ближе к архаичному, вот, блюду, хотя, честно говоря, я, ну, такой термин, был очень расплывчатый архаичный блюз, потому что, даже если вот обратиться к 30-м, там, например, там, годам, когда это все, если этот гитарный блюз, он только так, ну, начинался, там, ну, или был, скажем, уже в рассвете, то был и кантри блюз отдельно, там, дельта блюз, там, ну, тогда это все было одно и то же, ну, в смысле, как бы все смешано, не одно и то же, смешано, вот, но, там, разделяли кантри блюз, что-то там, дельта блюз, там, деревенский, там, rural блюз, там, еще какой-то, там, потом пошел позже, там, 60-е, там, когда они в Чикаго все уехали, там, чикагский, там, вот, ну, как бы, я не знаю, ну, это, наверное, дело критиков, пусть они там это все, эти термины, если им это интересно, вот, вот, а когда ты просто играешь, то ты же, ну, как бы, меньше всего тебя заботит, как это называется, то есть, главное, чтобы это, ну, цепляло, так, я думаю. А ты любишь больше работать, ну, я, например, у тебя смотрел альбомы, у тебя множество альбомов, они сделаны совместно с кем-то, то есть, ты любишь работать с кем-то или все-таки лучше один? Ну, трудно сказать, у меня, ну, вот, единственное, пожалуй, главное, вот, чем, чем я, ну, к чему я, скажем, стремлюсь, это, чтобы получилась просто хорошая музыка, вот, то есть, это, вот, раньше меня больше интересовало, как вот самовыразиться, ну, там, когда мне было, там, сколько-то лет, там, до 30, допустим, для меня было главное это выразиться, то есть, очень много всего, там, накипело, там, как бы, и хотелось все это выразить. Сейчас этого все меньше, а все больше, вот, я думаю, что хорошо для песни, вот, как сделать так, чтобы музыка была хорошей, чтобы было красиво, чтобы это цепляло, чтобы, вот, и, как бы, я, в этом смысле всегда интересно, конечно, поработать с людьми, которые могут что-то добавить к этой музыке, как-то сделать ее богаче, там, красивее, я не знаю, лучше, вот, поэтому, если такие люди есть, то почему же, почему же там с ними не поработать, вот, вот, ну, есть, конечно, материал, такой, который, ну, очень такой личный, ну, вот, в основном, какой-то такой, вот, гитарный, там, да, ну, они, такие вещи тоже есть, вот, ну, вот, как бы, я смотрю на песню, и в зависимости от того, в зависимости от самой песни, от материала, конечно, уже, там, видно, как, как это лучше сделать, Понятно, а вот вы вместе с Виктором Колесовым записали совместный альбом? Это вообще невероятная вообще пластинка. А как вы с ним нашлись? Ну, мы нашлись в соцсетях, мы в ВКонтакте, не знаю, списались или как-то, ну, я, честно говоря, не помню, это так давно было, может быть, может быть, видео лучше помнить, чем я. Я что помнил, я, этот, рассказал, тут, может, еще расскажу. А по поводу, вот, архаичности, значит, я вот хотел бы добавить, что? Есть люди, да, вот, которые, вот, архаичные сами по себе. Они не отягощены музыкальным образованием, они играют блюз. Вот если я пришел сюда, допустим, и шляпу здесь одел, а туда я пойду совсем в другом, они будут ходить в шляпе по улице, они будут в сапогах, они будут на мотоциклах ездить. Вот это архаичные люди, они и музыка, потому как им не хочется вставлять в свою музыку какие-то джазовые аккорды, поворачивают там руки, там что-то там такое. Они играют на простых аккордах, делают свою музыку и прекрасную музыку, вот именно на том материале, от чего их греют, и не надо ничего там больше. Ну, это похоже на странствующих музыкальных. Это вот архаичные, там же в архаичном блюзе тоже много и приемов, всякие слайды, гармошки губные и прочее. Ну, вот мое мнение, вот так. Да, я думаю, что вот эта вот бродячесть и вот эта вот архаичность, она ведь может даже относиться к нутру человека. Может, не всегда даже она выражена вот в каких-то внешних там вещах. А человек внутренне может носить это в себе и делать такую музыку. То есть он, допустим, как бы создает такую какую-то мини-церковь внутри себя такую. Ну, вот добавлю, Илья, извини. Вот я, когда мы общались с Кириллом Машковым, да, вот я тут и книгу его сейчас презентовал, тут, ну, показывал. Ну, он у нас такой главный сейчас критик, изыскатель блюзовый. Вот. И у меня сразу вырвалось в интервью в этом, он расширенно такой, брал интервью, такая вырвалась такая фраза, что мы многие, да, мы играем не блюз, а мы играем в блюз. В блюз. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так вот, ты, наверное, один из немногих, кого я знаю, который играет именно в блюз, а не в блюз. Потому что у тебя, видно, жизненный уклад весь в этот, все твои вещи, твои отношения к жизни. Ты вот, наверное, будешь не архаичный, а я бы сказал, real bluesman. Такой, прямо ты, ну, просто вот настоящий, прямо архаичный, как еще назвать? Вот настоящий архаичный блюзмен. Потому что я, мне всегда хотелось уйти в джаз, там, хотелось, и до сих пор. Я люблю играть и такую, и такую музыку, и, вот, ты держишь вот эту вот блюзовую, архаичную тему. И дай Бог тебе успехов в этом и дальше. Спасибо. Я, оно держит, это, в этом нет никакой даже там, ну, моей там, не то, что там заслуги, я, как сказать, для меня дело в том, что блюз – это музыка, которая принципиально отличается от всякой другой музыки. Вот, и, ну, вот, если говорить именно об таких архаичных формах, которые ближе вот к духовным песнопениям, там, вот, gospel music, там, вот. Вот, чем он отличается? Тем, что блюз, он часто поется вовнутрь человека, вот, он идет, как бы, вот, вовнутрь, а не изнутри. То есть, вот, рок-н-ролл, джаз, ну, в большой степени джаз, рок-н-ролл, вообще рок-музыка, она часто идет, как бы, вовне. То есть, человек, когда, когда он играет, он в эти вот, выходит, вот, все это вот туда, вовне, к людям. А, когда ты играешь блюз, ну, вот, например, скажем, такие, там, вот, люди, как Джон Ли Хукер, вот, он играет, так, он, как, почти, как шаман. То есть, вот, и он, как бы, наоборот, слушателя в себя, наоборот, втягивает. То есть, не на слушателя он это выплескивает, а втягивает слушателя вовнутрь, внутрь себя. И вот этот, это, вот, это, как бы, это очень интересный эффект. То есть, получается, вот, на мой взгляд, вот, 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 вот такая отличительная черта, она, как бы, дает совершенно потрясающий эффект. Человек входит в это состояние, и оно его уже не отпускает. Если это его, конечно. А, еще, Илья, у тебя такой вопрос. А какие музыканты тебя сейчас удивляют, ну, не только обязательно, что блюзовые, на кого бы ты, может, хотел равняться? Ну, я не знаю, насчет равняться мне трудно сказать, потому что, ну, музыка такая вещь, ну, как сказать, в этом есть какая-то тайна, и ты никогда не знаешь, вот, если человек сыграл как-то что-то, и вот оно тебе понравилось, ты никогда не знаешь, почему именно тебе это понравилось. Поэтому на что именно равняться, мне тяжело сказать. Ну, может, какие-то удивили... А так вообще очень много появляется, очень много есть музыкантов, молодых и старых, и каких угодно, и в основном, то есть это люди, которые играют в традиции, и которые как-то пытаются делать что-то новое сами. Вот, ну, в основном, конечно, это западные какие-то, вот, американские какие-то, вот, люди, там, музыканты. Вот, есть, иногда австралийские появляются. Вот, Австралия очень интересна в плане блюза тоже, очень такая страна. Вот, есть даже интересные музыканты из Новой Зеландии. Поскольку это далеко находилось и находится, да, то, например, там, в советские времена, или там, еще в какие-то, там, мы, например, об Австралии, о Новой Зеландии совершенно ничего не знали. Это было очень далеко, там, редкий моряк, наверное, советский, там, например, доплывал до Австралии или, там, Новой Зеландии, и уж тем более привезти оттуда какие-то, там, местную музыку, вот, это было, наверное, еще тяжелее. Вот, а сейчас, когда есть все интернет, все, то есть, вот, можно посмотреть, я, например, вот, некоторое время назад с удивлением, там, открывал, вот, видел таких австралийских, там есть очень крутые, вообще, люди, очень интересные. Поэтому я так, ну, я специально не отслеживаю, но я вижу, что попадаются очень-очень серьезные, очень-очень-очень такие интересные музыканты, да. Ну, такой вопрос к тебе. Вот, в России у нас не воспринимают особо такую музыку, а у вас с этим делом как-то немножко попроще. Не попроще, а получше. Ну, здесь, я думаю, тоже надо разграничить, о чем конкретно мы говорим. То есть, если мы говорим о какой-то культурной близости Украины, скажем, то, ну, я думаю, что мы не сильно далеко... Я вот, например, не согласен с этим. Да, то есть, мы не сильно далеко отстаем. Я слежу, что там у них делается, и здесь в России просто, здесь в России сейчас гораздо, ну, интереснее блюзовая, джазовая жизнь. Там вот на Украине, в Украине, там во Львове, вот я знаю, что фестивали хорошие, там много джаза. А вот про Киев, я что-то, и мы с Ильей говорили об этом, что... Не обязательно, что там в городу, как бы, привязка, а что все-таки люди воспринимают как-то блюзовое и джазовое движение лучше. Ну, вот, если говорить о мероприятиях, которые проходят, скажем, в России и в Украине, там, то, конечно, в России, безусловно, у вас интереснее и больше этих событий есть. И, ну, почему? Потому что у вас страна, во-первых, больше. В России это огромнейшая вообще страна. Вот. И у вас есть много всего. И, соответственно, ну, соотношение тех же блюзовых, джазовых, там, мероприятий, скажем, по отношению, там, к другим, да, конечно, оно больше, чем в Украине в силу даже просто вот географии, вот, того, насколько вы вот большая страна. Вот. В Украине, конечно, в этом плане, там, не так все, там, хорошо. Если же говорить о какой-то культурной близости, то, ну, вот, у нас, скажем, на Западе, вот, у Украины очень интересные, народные песни, и они очень похожи чем-то на американское такое, на такое country music, такое, они очень-очень похожи. Есть вот, кроме минорных каких-то, там, вот, ладо, даже с музыкальной точки зрения, там, очень много мажорных песен, причем с, вот, с, ну, вот этим блюзовым ладом, там, повышенные, там, пятые, ну, все эти ступи, то есть кому это все интересно, там, вот. Вот, это все, вот, на Западной, в Западной Украине это есть. Кроме того, Украина это очень интересная страна в плане, вот, мелодизма. Наш народ, вот, Украинский народ, очень певучий народ, и украинский язык, он очень певучий, очень-очень мелодичный, очень благозвучный, вот, и даже какое-то там место занимал, там, что-то после итальянского, что-то такое было, вот. Поэтому сама мелодика у нас напевная, вот, и песни украинские очень-очень красивые, очень-очень мелодичные, и они, кстати, во многом перекликаются с такими шаманскими напевами, я не знаю, даже вплоть до каких-то негритянских. Например, мультик «Жил-был пес», я думаю, все его помнят, и это знаменитая песня, которая сопровождала титры этого мультика в конце. «Ой, там на горе» – это знаменитая такая песня. Как вообще чудесно ее исполняют эти вот, какой-то там хор этих этнографических там, были из экспедиции, наверное, записали этих вот женщин, которые пели. Это же очень шикарно вообще спето, и это настолько по-настоящему, это такой вот, то есть это вот тот же эффект, когда втягивают вовну, то есть не на вас выливают как бы музыку, чтобы вас ею залить, чтобы в ней утопились, вот, а наоборот, слушателя как бы так гипнотизируют, и слушателю самому хочется войти вот туда, куда зовет его вот исполнитель. Вот меня всегда это вот привлекал, этот эффект. И это есть вот и в блюзах, и это есть вот в настоящей корневой, корневой именно народной музыки, не вот в каких-то попсовых там переделках, вот, а именно в настоящей вот корневой музыке это есть. Вот, и в этом смысле я считаю, что настоящая корневая музыка, она во многих странах, во многих культурах вот это общее есть, их вот роднит это все. Поэтому в этом плане какой-то блюз там, то есть какие-то чукотские напевы, они могут иметь к блюзу гораздо большее отношение, чем, например, там какие-то там музыканты, которые копируют там Гарри Мура с гитарными запилами, вот, то есть, а вот именно к корневому блюзу, то есть могут иметь отношение какие-то бурятские, чукотские там какие-то интересные, тувинские, я не знаю, там, всякие вот такие вещи там, вот, они к самой сути музыки, они могут иметь, ну, ближе к ней как бы находиться, поэтому, ну, это, видите, такой вопрос уже мы так очень глубоко копаем. Ну, вот, и как раз я здесь, еще минуточку, Илья, вот, в продолжении твоей темы, я уже здесь затрагивал тему мажора и минора, вот, европейская песенная культура, и американская, шотландская, она построена на мажоре, вот, русская, русская, одна из этих, это гармошечные наигрыши, они все мажорные, потому что гармошка, она, больше ничего извлекать из нее невозможно, вот, но вот эта вот песенная культура, российская, так называемый городской романс, и этот, это же очень издавна, издавна пошло, это преобладает минор, глухой минор, все эти, все эти песни, и в России, в России даже марши, военные марши, самые популярные, это, которые в миноре, прощание славянки, па-па-па-па-па-ра, та-та-та-та-да, это минор, у нас любят сплакнуть, и правильно, вот, Илья, Илья говорил, что, чем ближе к Западной Европе, тем больше там появляется мажора, потому что люди, соприкасаясь больше с европейской культурой, они и сами воспроизводят уже более мажорную музыку, это именно вот чисто географически, и чисто вот в этом смысле оно и происходит, и правильно, что украинский народ, он всегда действительно был певучий, я с детства восхищался, в каких-то фильмах я смотрел, и там есть вот это вот, то, что я называю этническая принадлежность, такая вот, что-то такое вот, что клокочет. В русском я услышал это только у настоящих цыган, у настоящих цыган я слышал, вот именно вот это вот, когда все внутри клокочет, когда вибрирует и прочее. Вот у украинцев народ певучий, это всегда было, а Западная Украина там, видимо, просто-напросто близость Западной Европы, там и сама музыка трансформировалась больше такого мажорного толка, вот, и что сейчас взять, там больше джаза, там больше, он более, как я бы сказал, он более настоящий, нежели, допустим, в каких-то там местах, где делается, ну просто ради галочки надо сделать серьезный фестиваль, нагнать сюда там майков, стернов, таких, чтобы они здесь дали прикурить. А толка от таких фестивалей мало, как правило, потому что у них, как правило, не участвуют свои исполнители. Это как гала-концерты западных звезд. Это практически ничего, это не фестивали, это они ничего не дают. Люди уезжают, и все, привет. А настоящий фестиваль, это когда участвуют местные, когда они замешиваются, когда они продолжают общение, общение, когда они учатся друг у друга, ну в общем, вот это вот тенденция, тогда это фестиваль, тогда это вот правильно. Я еще хотел дополнить такая вещь. Очень во многом вот эта вот музыка и ее, скажем, все эти ладовые вот эти направленности во многом обусловлены тем, что в Украине распространялось очень сильно католичество, в гораздо большей степени, чем в России. В России музыка очень долгое время не считалась чем-то серьезным, и скоморохи, вспомним, то есть это были люди, которые, они просто были дополнением к пьянке, в общем-то. То есть музыка не воспринималась как отдельное искусство. Даже само слово искусство от слова искус. И многие вот это вот слово, даже они его не любили. То есть это считалось чем-то таким, ну если не недозволенным, то по крайней мере чем-то таким не очень там приятным. А в Украине дело в том, что когда даже взять там, например, 17 век, если в Москве еще в это время сохранялось монотонное пение в церквях в основном, потому что все это вышло из церкви, в церквях сохранялось монотонное пение московских, потому что это делалось для того, чтобы не мешать людям молиться в церквях. То есть когда пение монотонное, то есть нет никакой развлекухи. И это помогает людям молиться. То, например, в церквях, которых было устроено по католическому, скажем, образцу, было очень много уже пения светского. Уже светское пение входило в церковь. Потому что в Европе эта традиция как бы светского пения, она существовала давно. То есть Россия в этом плане была очень закрытой цивилизацией. То есть если взять там, например, 12 век, то, скажем, в Европе уже портреты, то есть светская живопись уже в таком серьезном уровне. Там Ренессанс, вспомним там все. То в России там Андрей Рублев, то есть иконопись. Светская живопись вообще ее практически не было. И церковные традиции во многом определили вот сам этот музыкальный фон, что ли. И в том числе и там эти все ладовые вещи и так далее. Вот. И поскольку есть такая замечательная книга путешествия патриарха антиохийского в Москву. Вот. И вот он, когда едет, он записывает... Чем интересно, потому что это такой автор, который... Вот он из Сирии. То есть это взгляд со стороны. Вот. И он описывает о том, что в украинских церквях в то время называлась «Страна казаков». 17 век эта книга датируется. И там очень интересно, он пишет, что в украинских церквях, говорит, сладкоголосное пение, изгоняющую печали сердца. Вот так он охарактеризовал. То есть это... Вот эти вот напевы, вот. Они были уже... Это была крутая музыка в церквях. Но дело в том, что она не выполняла свою функцию. Музыка-то классная, но молиться под нее было нельзя. Вот. В Москве в этом плане была более ситуация, как бы, ну, вот для богослужебных целей замечательно, в плане вот эстетическом хуже. Поэтому вот вот это такой был, как бы, ну, я не скажу, что это перекос, но вот эти традиции, они вот разделились. То есть вот церковное вот это вот пение, оно потом в Москве уже потом преобразовалось во что-то другое уже там в России. вот, и в украинских вот церквях и в народе потом впоследствии это повлияло на народную вот эту вот песенную культуру. Во многом. Вот именно вот церковный вот этот момент. Вот это добавить просто. Ну, и в католических там же инструментальная составляющая, там органы. Вот. И там органы, и там совсем другой характер музыкальный. Да, ну, о протестантах я вообще молчу. То есть они, у них же совершенно другая догматика и как бы пение само как таковое. Ну, видите, эти вопросы связаны уже больше с богословием, там, чем, чем... Мы ушли от блюза, мы ушли до Литвы. Но это интересно, интересно. Еще, Илья, я хотел, ну, наверное, последний вопрос спросить. Что ты можешь пожелать начинающим, ну, может, блюзменам или ребятам, которые хотят делать свою авторскую песню, писать свои альбомы? Понимаете, в чем дело? Я мало что могу пожелать, потому что я сам начал заниматься, ну, как, писать блюзы не от хорошей жизни, в общем-то. То есть, если эта музыка созвучна тебе, то только потому, что она помогает преодолеть тебе какие-то, может быть, тяжелые, там, времена в жизни или какие-то, там, трудности или вот что-то еще. И, собственно, для этого блюз и задумывался. Изначально это была музыка, которая помогала человеку выжить в трудных условиях. я могу пожелать только, чтобы у людей было вот в жизни, чтобы, ну, им не приходилось испытывать этих трудностей. Вот. И тогда блюз для них будет чужой музыкой, а они будут любить какую-то другую музыку, там, и пусть, вот, пусть играет и, потому что, ну, это будет означать, что, наверное, у них в жизни как-то жизнь складывается лучше. то есть, ну, у меня так получилось. То есть, я, вот, понимаете, все время, вот, я наблюдаю. Я вспоминаю, как Клэптон говорил о том, что все вот такие блюзмены, ну, серьезно, они все были одинокими людьми. Вот, если вы посмотрите. Роберт Джонсон, там, да тот же Клэптон, там, все, то есть, это люди, которые, ну, там, все эти, очень многие из них были такими одинокими, такими, страдающими людьми. Поэтому я не знаю, вот, как здесь быть. То есть, с одной стороны, я бы хотел, чтобы, ну, людей, жизнь сложилась как-то удачно, чтобы успешно, чтобы, может быть, им не приходилось играть эту музыку. Но уж, если кто играет ее, если уж так получилось, ну, тогда, пусть, пусть, пусть играет. Вот. Ну, в этом смысле, я ничего не могу такого по конструкции. понимаете, блюзы, как бы, настоящий такой, их играют, мне кажется, не от хорошей жизни. Поэтому, вот, как бы, в этом плане я не знаю, я раздваиваюсь. То есть, с одной стороны, я, конечно, хотел бы пожелать, чтобы эта музыка развивалась, там, чтобы были новые какие-то исполнители, там, чтобы люди играли, там, поддерживали, там, все. вот, с другой же стороны, я понимаю, что эта корневая, настоящая там музыка, она идет от, от, от какого-то горя в жизни. А горя не хотелось бы людям желать. Ну, поэтому, вот так. Спасибо. Да вам спасибо. Думаю, не последний раз мы с тобой общаемся еще. Я надеюсь. Давай, пиши, скидывай треки, еще сделаем что-нибудь. Обязательно. Обязательно. Спасибо, ребята. Счастливо. Рад был. Счастливо. Пока. Ну, и давайте сейчас тогда в записи послушаем Фрики Клен. Фрики Клен. Фрики Клен. Фрики Клен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!